Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Во Вселенной тысячи тайн, многие из которых ученые до сих пор не могут открыть. Загадки таят в себе даже планеты нашей, вроде бы, достаточно изученной Солнечной системы. Сегодня мы расскажем о них. Сколько звезд на небе. Одну из первых попыток пересчитать их и вести числовую оценку их яркости предпринял еще во II веке до н.э. древнегреческий астроном Гепарх. Самым ярким светилом на небе он присвоил первую звездную величину, а самым слабым, находящимся на пределе видимости, шестую. Впоследствии шкалу Гепарха неоднократно уточняли. Несмотря на кажущуюся бесчисленность, в действительности пересчитать звезды не так уж и сложно. На небе в ясную безлунную ночь невооруженным глазом можно увидеть около трех тысяч светил. Поскольку половина неба скрыта под горизонтом, полное количество видимых звезд в два раза больше, приблизительно шесть тысяч. Мы видим звезд, которые принадлежат нашей галактике. Ну, оценки количества звезд в галактике разные. Ну, из тех звезд, которые мы можем видеть, допустим, мы красных, белых карликов, их очень тяжело наблюдать. Они маленькие, светимость их маленькая. Если их вычесть из этого, ну, порядка 120 миллиардов звезд в галактике. Оценки количества звезд на небе существуют разные. Если учитывать различные объекты, то звезд можно досчитать до 200 миллиардов. Это только в одной нашей галактике. Существуют метагалактики, которые состоят из нескольких миллиардов галактик, построенных из миллиардов звезд. Но что там дальше за звездами, точно сказать не может никто. Та часть вселен, которую мы наблюдаем, ну, ее приблизительно можно представить в виде шара с радиусом порядка 15 миллиардов световых лет. Может быть, вот эта вот наша вселенная, которым, да, может, рядом такой же шар какой-то, как пузыри, да, другая вселенная. Каким-то образом они, может, обмениваются веществом и информацией, мы этого не знаем. Но придумали, фантасты уже за нас все придумали. Пока мы больше говорим о том, что известно, хотя и известно, тоже приходится перепроверять. Так, например, Плутон всегда считался девятой планетой от Солнца. Однако в 2006 году выяснилось, что это не совсем так. Все планеты вращаются в одной плоскости вокруг Солнца и в одну сторону. А Плутон, его орбита сильно наклонена к плоскости вот этой, эклиптике плоскости, орбиты Земли, в которой лежат все плоскости планет. Но долгое время на это никто внимания не обращал. Девять планет, Плутон девятая планета, тем более у него спутники открыли, ну, тем более планета, раз имеет свои спутники. Потом оказалось, что многие астероиды значительно меньше и Плутона имеют в спутнике. Но, допустим, 20 лет назад об этом еще речи не было. А затем стали в конце 90-х годов, стали открывать, их называют объекты пояса Койпера, и их считают астероидами, которые находятся за орбитой Плутона. И ряд этих объектов оказался намного крупнее Плутона. А орбиты очень похожи на Плутон с большим наклоном. В 2006 году Международная астрономическая ассамблея собралась на заседание, на котором должна была решить, что делать с Плутоном. Ведь по характеристикам орбиты он больше похож на астероиды внешнего пояса Койпера и мало похож на основные планеты Солнечной системы. Поэтому с 2006 года Плутон стали считать плутоидом. Его также называют малой планетой. Но громкое звание большой планеты Солнечной системы у него отобрали. Теперь в нашей системе только 8 больших планет. Что можно сказать о них наверняка? Почти каждая из них окружена мифами и легендами. Я еще помню в детстве, в 50-е годы, была, не помню, автор книжки, называлась она «Сестра Земли». Была фантастика про Венеру. Венера, ну, по размерам достаточно близка с Земли, ну, чуть-чуть меньше Земли. Но планета покрыта мощной атмосферой. И дело в том, что еще тогда выдвигались идеи о том, что если убрать атмосферу Венеры, то начнутся различные процессы воздействия. Солнечное излучение практически не подает на поверхность. Начнутся активные процессы воздействия солнечного излучения. А если тогда еще предполагали, что там есть и зеленая растительность, начнутся активные процессы фотосинтеза, будет вырабатываться кислород. И в достаточно обозримом будущем Венера станет похожей на Землю. Раз будет атмосфера, как у Земли, начнет развиваться якобы жизнь. Наши проекты такие, они, ну, имеют смысл. Человек должен мечтать о чем-то и что-то рассчитывать. Но в обозримом будущем такого вряд ли можно будет сделать. Температура у поверхности прекрасной планеты достигает 470 градусов. Давление 90 атмосфер. Там даже техника не выдерживает. Как же там будут жить люди? Мечтатели и фантасты возражают. Земля не менее неуютное место. В недрах Земли температура поднимается до 1000 градусов. Давление до 1000 атмосфер. Но ведь люди спокойно живут на поверхности нашей планеты. Так вот, если на поверхности Венеры не очень уютно, почему бы не освоить ее атмосферу? Ну, дело в том, что в атмосфере Венеры 95% углекислого газа. Значит, парниковый эффект, который у Земли составляет порядка 30 градусов, то есть та температура, которая должна быть у Земли в результате нагрева Солнцем, на самом деле за счет парникового эффекта, больше, на 30 примерно, от 30 до 35 градусов. У Венеры этот эффект порядка 400 градусов. То есть пока мы не уберем углекислый газ, даже говорить о том, что убрать облака, это ничего не даст. Но, возможно, тогда для освоения подойдет Марс. Эта четвертая планета от Солнца похожа на Землю. Марс значительно меньше Земли, и скорость убегания молекул от него невелика. Земля теряет только естественным путем гелий и водород. У них скорость убегания высокая, Земля их не может удержать. И в Земле существует такая водородная геокорона, которая наполнена атомами водорода, которые перемешиваются в этой внешней части земной атмосферы. В Марсе и кислород не удерживается, более тяжелые газы. Поэтому все разговоры о том, что, допустим, каким-то образом преобразовать атмосферу Марса, насыть ее кислородом, во-первых, там давление на поверхности примерно такое, как у нас на высоте 16 километров. Вот представляющие. Но они вряд ли способны изменить сильно атмосферу Марса, потому что основные тяжелые газы, которые составляют атмосферу, пригодную для белковой жизни, скажем так, как у нас, а не улетучатся. Марс не сможет их удержать. Есть много теорий о том, что Марс когда-то обладал плотной атмосферой, но в результате какой-то катастрофы, вроде столкновения с крупным астероидом, он якобы потерял ее. Говоря об этом, нельзя не упомянуть знаменитую легенду о Фаэтоне. После той катастрофы, которая была примерно 2,5 миллиарда лет назад, Марс оказался в пустыне. В 1766 году немецкий астроном, физико-математик Иоганн Тицеус сформулировал, а другой немецкий астроном Иоганн Баде обосновал числовую закономерность в расстояниях планет от Солнца. По этой закономерности между Марсом и Юпитером должна существовать планета номер 5. На сегодняшний день известно, что между этими планетами находится около 2000 астероидов, а по некоторым оценкам их число может превышать 7000. Немецкий астроном Генри Хальберс еще в 1804 году высказал гипотезу о том, что эти астероиды произошли в результате распада на куски одной большой планеты, которой он дал имя Фаэтон. Так, согласно древнегреческому мифу, звали сына бога Солнца Гелиуса. Однажды Фаэтон упросил отца позволить ему управлять золотой колесницей Солнца, в которой Гелиус совершал свой каждодневный путь по небосводу. Отец долго не соглашался, но, наконец, уступил желанию юноши. Но Фаэтон потерял путь среди небесных созвездий. Кони, почувствовав неуверенную руку возницы, понесли. И когда колесница приблизилась на опасное расстояние к Земле, пламя охватило нашу планету. Бог Зевс Громовежец, чтобы спасти ее, метнул молнию в колесницу, Фаэтон упал на Землю и погиб. Таким образом, красивая легенда получила реальное научное обоснование. Гипотеза немецкого ученого оказалась настолько правдоподобной, что существование Фаэтона считалось общепризнанным до 1944 года, до появления космологической теории Отто Шмидта, который трактовал возникновение астероидов иначе. Согласно его теории, это не обломки Фаэтона, а материя некой необразовавшейся планеты. Есть предположение, что поиск астероидов, которые находятся между орбитами Марса и Юпитера, образовался в результате развала, скажем так, планеты размером примерно с Марса, что она развалилась примерно 2,5 миллиарда лет назад под действием определенных сил тяготения со стороны Юпитера. В результате образовался поиск осколков, астероидов. Есть даже гипотеза, которая пытается объяснить существование громадного кратера в северном полушарии Марса. Якобы один из этих образовавшихся астероидов в результате взрыва Фаэтона попал в Марс. Громадный взрыв уничтожил большую часть марсианской атмосферы. Соответственно, высохли марсианские реки, которые были точны, потому что известно, что Марс покрыт большим количеством русел высохших рек. И таким образом превратил Марс в безжизненное тело. Спор между сторонниками и противниками пятой планеты продолжается уже не одно десятилетие. Единому минию до сих пор не пришли. Возможно, потому, что версия действительно выглядит очень убедительно. Подтверждает ее в какой-то мере и карта Марса. Вы видите такая гипсометрическая карта Марса, то есть она показывает уровень высот. Материковая часть Марса обозначена таким коричневатым желтоватым цветом. Вот это крупный кратер от падения опасного космического тела, как теперь говорят. Если подобное тело упало бы на Земле, был бы глобальный экологический кризис и ядерная зима. Это тело создало кратер размером не меньше 10 километров. То есть для Земли это было бы гибельно. Еще считается, что по границе перепад высот примерно в 1 километр. Вот северная часть марсианского шара вот этого, она ниже примерно на километр, чем материковая. Вот как раз гипотеза о том, что один заскок Фаэтона попал в северную часть, в северную полушарие Марса. И вот это вот кратер. То есть вот это вот гребень кратера. Дальнейшее изучение астероидов между Марсом и Юпитером должно показать, являются ли они частью Фаэтона или строительным материалом для планеты, которая так и не смогла сформироваться. Еще одна загадка Марса, есть ли на нем жизнь. Были время от времени сообщения, что в марсианских метеоритах, помнишь, наверное, была шумиха, что несколько марсианских метеоритов, которые в свое время откололись от Марса и потом через некоторое время попали на Землю, в Антарктиду. Чем хороша Антарктида? Во льду. Ничто с ним не взаимодействует. Они вмерзли туда и все. Что были найдены какие-то простейшие организмы, скажем так, не похожие на земные. Вопрос открыт до сих пор. Шумиха была, потом она улеглась. Сейчас, я думаю, просто идут полномерные исследования. Поскольку шумихи нет, значит, ничего нового не открыли. Имеется ли жизнь на других планетах? Каковы ее формы и свойства? Все эти вопросы издавна интересуют людей. Крупнейшие ученые в различные эпохи высказывали глубокую уверенность в том, что жизнь существует не только на нашей планете. Но строго научного, неопровержимого доказательства этих предположений пока еще нет. Есть гипотезы, есть много построений, которые связаны с тем, что если у нас, допустим, основа есть белок и кислородное питание, то еще писатель фантаста и крупнейший палеонтолог, профессор Ефремов был, Туман Синдромеда написал, который час быка. У него был рассказ, где он попытался предположить, а могут быть другие существа, которые питаются не кислородным, а, допустим, вторым. Существа тогда должны их основы не белки, а кремнии должны быть. И он так придумал такой рассказ, у него есть о встрече нас и таких существ, похожих очень на людей. Можно, конечно, много конструкций попробовать привести, вопрос, будут ли они жизнеспособными. Найдем ли мы когда-нибудь планету близнеца Земли? На сегодняшний день открыто немало экзопланет, вращающихся вокруг звезд, не принадлежащих Солнечной системе, но пока ни одна из них не похожа на Землю. Дело в том, что очень трудно открыть планеты. Планета сама не светится, она светит отраженным светом от своей звезды. Понятно, что и планеты маленькие. Самая большая планета наша, Юпитер, она в тысячу раз меньше Солнца. Поэтому открывать очень, там есть несколько методов, при помощи которых открывают планеты. И понятно, что чувствительность этих методов не очень велика. И поэтому из более чем тысячи экзопланет уже открытых, планет тип Земли практически нет, все они больше Земли. В основном планеты размерные от Юпитера и больше. Причем, в основном, открываются планеты, которые достаточно близко к своим звездам обращаются, даже не как наш, Меркурий, а еще ближе. Их называют горячие Юпитеры. То есть, планеты имеют высокую температуру от того, что близко к своей звезде, а размер в несколько раз больше Юпитера. Это такой термин горячие Юпитеры. Вот основная масса экзопланет открытых это планеты, имеющие огромные размеры по сравнению с Землей. Только около 10 планет имеют размеры в 4-5 раз больше земных. Близнецов Земли пока не найдено. Астрономы уже давно установили, что Солнце, наша с вами звезда, не является уникальной. Таких во Вселенной сколько пожелаешь. Поэтому мечтатели и фантасты надеются, что когда-нибудь будут найдены близнецы нашей планеты, в атмосфере которых будут найдены деятельности биологических существ. Произойдет ли именно так, сказать сложно, покажет время. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова